Детство она провела в Курске. Грезила небом с малых лет и все-таки его покорила. Легендарная советская летчица Екатерина Зеленко совершила свой главный подвиг в 1941 году, пожертвовав собственной жизнью. Тогда завязался неравный бой с вражескими истребителями. Девушке удалось сбить один самолет с помощью пулемета и уничтожить второй, буквально протаранив машину в воздухе. До нее на такое никто не решался. Памятник в центре Курской ей воздвигли только в 88-м. Его создал наш земляк Николай Криволапов. Скульптор признался, когда-то и сам мечтал о полетах, но не срослось. Зато спустя время пришло вдохновение и родился уникальный образ в советской героине. На памятнике Екатерина Зеленко изображена в кабине самолета. Они словно единое целое, как снаряд, который с феноменальной точностью поразил врага. Это тронуло и меня, понятно, как несостоящегося летчика. Поэтому, наверное, тоже мне хотелось, вдруг эта женщина, вдруг таран пошла, это превратилось в орудие мести, пожертвовала своей жизнью, знала зачем. И это, конечно, тронуло. Об истории памятника и его прообразе курянам и гостям города рассказывают сотрудники Центра историко-культурного наследия Курска. На самом деле уже много таких встреч состоялось в рамках проекта. И вот сегодня, в канун Международного женского дня мы решили встретиться у памятника Екатерине Ивановне Зеленко, героя Советского Союза, женщине, летчице, совершившей ночной воздушный таран. И, на мой взгляд, многие люди, это достаточно места, где много ходит людей, многие смотрят на этот памятник, далеко не все знают. Память летчицы почтили ученики школы номер 10, которая носит имя Катя Зеленко, и неравнодушные куряне возложили цветы к памятнику, таким образом говоря спасибо от потомков за неоценимый вклад в великую победу. Мария Колосова, Роман Федорков. События дня.